Концерн Renault представил новую дачу Duster 2024. У кроссовера Duster 3-го поколения новое абсолютно всё. Кузов, салон, платформа, силовые установки. Впервые легендарный автомобиль стал гибридом, но сохранит цену, близкую к текущей модели. Европейские продажи стартуют в декабре 2023 года. Новый Duster обладает мускулистой внешностью, которая подчеркнута ярко выраженными крыльями и квадратными колесными арками. В передней и задней оптике применены Y-образные светодиоды, одна из фирменных черт Dacia. От предшественника досталась лишь концепция оформления боковых окон. Обилие пластикового обвеса сделало кроссовер визуально ещё более внедорожным. Клиренс у Duster 2024 является рекордным в классе BS-UV до 217 мм. Построен новый кроссовер на той же платформе, что и Logan, Sandero 3-го поколения, а также CompactVent Jogger. Габариты автомобиля остались теми же, изменилась лишь высота. Она стала меньше на 33 мм, чтобы улучшить аэродинамику, заявляет компания. Duster 3-го поколения стал первым автомобилем бренда, который получил виртуальную приборную панель размерностью 7 дюймов. Она будет доступна уже в базе и может быть настроена в одной из трёх тем. Правее находится 10,1-дюймовый дисплей мультимедиа, который повёрнут к водителю под углом 10 градусов. Операционная система Google Android Automotive. В салоне улучшены отделочные материалы и теперь преобладают рубленные поверхности. Руль скошен снизу, а рычаг автоматической КПП заменён миниатюрным джойстиком. Базовая комплектация Duster 2024 расширена и теперь включает в себя круиз-контроль, парктроник и 6 подушек безопасности. Топовый вариант получил 18-дюймовые диски, бесключевой доступ, климат-контроль, камеру заднего вида, навигацию, беспроводную зарядку для смартфонов и акустику Arkemys с шестью динамиками. По всему салону разбросаны порты USB-C. На борту стало просторнее. В частности, в ногах задних пассажиров добавилось 3 см, а объём багажника вырос на 6% до 472 литров. К тому же, кроссоверу предлагают интересные аксессуары, вроде багажника на крыше, грузоподъёмностью 80 кг или специального бокса в багажник с раскладной кроватью. Кроссовер Dacia Duster дебютировал в трёх модификациях. Самой мощной версией является Duster Hybrid 140. Такой кроссовер получил гибридную установку от упомянутого Jogger. Она включает 1,6-литровую атмосферную четвёрку, два электромотора и батарею ёмкостью 1,2 кВт-часов. Суммарная мощность системы 140 сил. На ступень ниже находится Duster 130 с 1,2-литровым турбомотором на 130 сил, дополненным системой мягкий гибрид с батареей 0,9 кВт-часов. А в качестве базовой модификации выступает TCE 100B Fuel – кроссовер с литровым турбомотором, который может работать как на бензине, так и газе. Двух полных баков хватает на 1300 км пробега. Позже линейку могут пополнить 1,3-литровые турбомоторы, а вот дизельных версий точно уже не будет. Дизельные варианты исключены из-за строгих экологических норм. На выбор предложат шестиступенчатую механическую КПП или семиступенчатый робот с двумя сцеплениями передний или полный привод. В полноприводные дачи Duster получат помощь на спуске и набор режимов для езды по бездорожью, грязи, песку и снегу. Клиренс Duster достигает 217 мм, угол въезда – 31 градус, а съезда – 36 градусов. Старт-продаж модели третьего поколения в Европе запланирован на начало следующего года. Цены пока не объявлены, но производитель пообещал, что они будут самыми дешевыми в сегменте. С момента выхода на рынок оригинального Duster 13 лет назад продано более 2,2 миллионов кроссоверов. В настоящее время модель продается в 44 странах. Стоит отметить, что на заводе в Петеште, Румыния, ежедневно выпускается около 1000 единиц, то есть один автомобиль ежеминутно. Мы благодарим всех подписчиков и зрителей нашего канала. Если вам было интересно это видео, оцените его, поставив лайк и оставив комментарии. А также не забудьте подписаться, если еще не подписались. Всем удачи и до скорой встречи! Субтитры сделал DimaTorzok